МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Беларусь не пойдет на создание в Москве совместных компаний по продаже калийных удобрений. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на совещании по калийной отрасли. В последнее время появилась информация о том, что беларусы с россиянами едва ли не восстановили совместное предприятие по продаже калийных удобрений. Но подобная компания, если и будет создана, то только в Минске. В то же время глава государства отметил, что беларусская сторона открыта для переговоров, прежде всего, с российскими коллегами. Я пригласил вас для того, чтобы мы смогли детально проанализировать состояние дел в калийной отрасли и выработать конкретные меры по повышению эффективности ее работы. При этом хочу подчеркнуть, что мы немножко запоздали. Мы раньше должны были провести это совещание, как мы планировали. Но я думаю, страха в этом особого нет в силу того, что все-таки нам удалось, наверное, переломить ситуацию и восстановить продажи. Правда, мы не дотягиваем по валюте, по поступлению валюты в стране, но по производству и реализации. Тем более, на март месяц факты свидетельствуют о том, что нам удалось неожиданно, успешно решить этот вопрос. Но сегодня я хотел бы шире посмотреть на проблему белорусской калийной сферы в том плане, что кроме Беларуськалия мы строим новое предприятие в Беларуси и плюс к тому планируем еще одно месторождение припятское развивать. Какова ситуация здесь? Третье. Я просто хочу сделать небольшую ремарку, замечание. Как меня информируют, в последнее время в средствах массовой информации, я бы это назвал, просто появились вбросы о том, что белорусы с россиянами чуть ли не восстановили совместные предприятия по продажам и чуть ли не создают новую компанию с регистрацией в Москве. Хочу однозначно сказать, что это полное вранье. Об этом я слышу первый раз из этих средств массовой информации. И хочу добавить только одно, что никаких совместных компаний в Москве мы создавать не будем. В то же время мы открыты для переговоров, прежде всего, с нашими российскими коллегами и готовы вплоть до восстановления нашего сотрудничества, как это было в лучшие годы. Но подобная компания будет создана, если будет, то только в Минске. Никаких зарубежных компаний мы создавать не будем. Мы научены горьким опытом работы. Нельзя забывать, что одним из важнейших источников поступления валюты и формирования госбюджета является наша колейная промышленность. Прошлый год, как известно, оказался весьма сложным. Из-за неприличной позиции владельцев и руководства «Уралкалия». И это привело к большим потерям не только белорусской компании, самого «Уралкалия», но и обвалился рынок колейных удобрений во всем мире. К такому повороту мы оказались не совсем готовы. Поэтому нам понадобилось время, тяжелая работа по выходу из создавшегося положения. Белорусская «Уралкалия» активно наращивает объемы торговли. И так, за последний год экспорт увеличился почти на 15%. Причем на этом предприятие останавливаться не намерено. Так, по прогнозам экспертов, в марте будут достигнуты рекордные показатели в производстве и реализации колейных удобрений. В то же время Александр Лукашенко считает недостаточным приток валютных средств в страну. Хотелось бы услышать от присутствующих на сегодняшнем совещании ответы на следующие вопросы. Первый. Что предпринимается для наращивания валютной выручки? Выработана ли оптимальная стратегия продаж с учетом современных тенденций мирового калийного рынка? Какова наша ценовая политика? Что делается для закрепления на ключевых рынках, в частности, Бразилии, Индии и Китая? Во-вторых. Как повысить эффективность работы нашей товаропроводящей сети? Комитет госконтроля отмечает увеличение количества посредников. Это недопустимо. Третья проблема. Как решаются вопросы кадрового обеспечения калийной отрасли? При этом я хочу обратить внимание тех, кто меня информирует и докладывает о том, что ай-яй-яй, у нас люди глупые и у нас нет специалистов по продажам калийных удобрений. Прекратите эту писанину и нытьё. У нас достаточно людей, которые умеют не только продать товар, но и качественно его произвести. А это гораздо сложнее. Смерть на пожаре сегодня на улице Верхней в Минске. Сгорел частный дом в огне. Погиб его хозяин. Пожар в частном секторе удалось быстро локализовать. Огонь не успел перекинуться на другие строения. На пульт МЧС позвонили очевидцы. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме сгоревший труп. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Иду, смотрю, горит. И в это время кресло уже горело сильно. Он его выкинул, выкинул в окошко. Ну почему он сам не вылез в окошко? И потом загорелась стена. Она же деревянная. От кресла загорелась сразу стена. Ну я побежал к соседям. Говорю, вызывайте МЧС. Тут потом приехали, а там уже всё пламенем. Уже шипер начал стрелять. Вызов поступил в 10 часов 21 минуту. Мы прибыли на место через 10 минут. Было очень большое пламя и дым. То есть не просто задымление, а огонь очень сильный. Ну и тушили пожар. Тушили, тушили. И, конечно, когда всё уже вынесли пострадавшего, это уже, к сожалению, был труп мужчины. Ещё одну жизнь огонь унёс в Могилёве. Там погибла трёхлетняя девочка. Мать оставила дочь с бабушкой. Когда начался пожар, женщина была во дворе. Услышав звук пожарного извещателя, она попыталась войти в дом и спасти ребёнка. Однако было уже поздно. Родились в рубашке. Чудом остались живы участники дорожного происшествия, которое произошло на трассе Минск-Гродно. Водитель легковушки, выезжая на автостраду, не пропустил микроавтобус. Удар был такой силы, что у машины вырвало двигатель. И сама она оказалась в кювете. Рухнувший на бок микроавтобус более 100 метров двигался по полосе встречного движения. В аварии никто не пострадал. Водители-пассажир легкового автомобиля были доставлены в больницу. Однако от госпитализации отказались. Водитель микроавтобуса ранений не получил, поскольку был пристёгнут ремнём безопасности. Два детских дома семейного типа откроются в этом году в Витебской области. Сегодня первым свои двери распахнёт коттедж в агрогородке Ула Бешенковического района. Поздравить семью новосёлов, родителя-воспитателя, её четверых приёмных детей и родного сына соберутся представители местных органов власти, областного управления образования и спонсоры. Ещё один дом будет готов принять своих жильцов в Толочинском районе во втором квартале 2014-го. Всего в настоящий момент в Витебском регионе открыто 20 детских домов семейного типа. А в Белоруссии усиливают контроль за продажей цветов. Особое внимание к соблюдению правил торговли и требований законодательства. В частности, на оценнике должны быть указаны не только стоимости и наименование ароматного товара, но и страна происхождения. В центре внимания специалистов будут также соблюдения графика работы. К нарушителям применятся самые жёсткие меры вплоть до закрытия. В Минске создадут две фан-зоны и три зоны гостеприимства. Они будут принимать болельщиков чемпионата мира по хоккею в мае этого года. Фан-зоны будут находиться возле Минск-арены и Чижовка-арены. Одна из зон гостеприимства определена возле Дворца спорта. Вторая у студенческой деревни. Ещё одна разместится у Ледового дворца на улице Притыцкого. Однако основная площадка будет внутри спорткомплекса. Там планируются сеансы массового катания, дискотеки, будут открыты и пункты питания. Добавлю, полноценная программа мероприятий в фан-зонах и зонах гостеприимства будет утверждена примерно за месяц до начала турнира. Далее в выпуске спортивное обозрение Анжелики Урман. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.byu. Всего доброго и до встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok